Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проповедь из книги Лапкина Игнатия Тихоновича «Открытым оком», том 9. Слепые и зрячие. Ныне слова из сегодняшнего чтения Евангелия стали эпиграфами книгам как лозунг. Евангелие от Иоанна 9.39. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы видящие, не видящие видели, а видящие стали слепы». Евангелие от Иоанна 12.36. «Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. «А сегодня скажут, ночью сейчас смена работает, ничего этого раньше не было. Когда сплошная темнота, дует ветер, свистит, то что ты будешь работать в темноте? И гвоздь не забьешь». Говорилось по тем временам, но в этом во всем очень глубокий смысл. Если ребенок родился слепым, то будет исследование. «В природе у вас были слепые или нет?» Если глухонемой отец, а дети нормальные, значит где-то не сработало. Хромосомы одной не хватает или лишнее. Это уже болезнь Дауна. Начинают исследовать. А ученики сразу же спросили, кто согрешил. Сегодня такой вопрос ни один психолог или врач-невропатолог не поставит, кто согрешил. Правильный ответ, очень даже правильный. Но только дальше они рассуждали так. Он или родители. Родители, понятно, могли согрешить. Но как слепорожденный, сам мог согрешить, когда он еще не родился. Вот что значит мыслить трафаретно. Он или родители. Не он, не родители. Но это к славе Божией. Эти слова, это к славе Божией, ко всем моментам жизни нужно подставлять. Да всюду и везде все, что мы в мире видим, убийства, взрывы, землетрясения, несчастные случаи, это все к славе Божьей может быть. Надо научиться рассуждать и видеть это к славе Божьей. Бог в конце концов будет прославлен. Псалом 75, стих 11. И гнев человеческий обратится во славу тебе. Остаток гнева ты укротишь. Исполнилось пророчество. Пока слепой этот никому еще не нужен. Это балласт общества. Потому что его кормить нужно. Он же инвалид первой группы. И вдруг допрос за допросом. И с каждым разом прозревший отвечает все смелее. Они делают из него проповедника. Начинают его проповедь шлифовать. Вначале просто так. Он послал меня, я умылся и вижу. Потом он начинает допрашивающих обличать. Как вы узнали, что он грешник? Не знаю я этого. Но знаю, что я был слеп. А теперь вижу. Родители возлагают обязанность на него. Быть проповедником. Они из страха замкнулись. Ибо иудеи уже сговорились. Кто признает Иисуса за посланника Божия отлучать от синагоги. Не бойтесь отлучения от синагоги. Не бойтесь слова раскол. Что вы трясетесь. А вот скажут. А вот батюшка. Да это ровным счетом ничего не значит. Бойтесь, когда Бог отлучит от царствия своего. Если ты за правду страдаешь, то все остальное не имеет значения. Иоанн Златоуст был отлучен собором. Да и святые отцы большинство из них страдали. Не будучи понятыми. Как Дионисий Александрийский, Каприан Карфагенский. Православные считали их за еретиков. А еретиков считали за православных. Это же не сегодня только такое состояние людей. Когда они совершенно ничего не знают. Он или родители виноваты, что духовно они слепые. Священники виноваты, что они не учили людей. Поэтому народ слепой и ничего не знает. Наступил момент стать проповедником. Родители говорят, спросите его. Он в совершенных летах. Значит, за нас никто нигде не ответит. Отсюда делаем вывод. Сам за себя ответишь. Расскажи, как ты стал верующим. Этого вполне достаточно для того, чтобы другие последовали за тобою. Как ты обратился? Павел говорит. Деяние апостола. Девятая глава. Третий стих. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. В Деяниях апостолов мы читаем, как Павел трижды повторяет эту историю. Как осиял его свет. Ты расскажи. Вот я жил без Бога. Ну как я жил? Потом я услышал голос Божий. Ну как? В руки попала мне Евангелие. Расскажи, покажи другим. Скажи. На русском языке Евангелия я стал понимать, стал молиться. И как? Своими словами открыто. Это свидетельство Твое должно быть. Христос говорит так. Я свет миру. Сегодня люди придумали освящение через разных людей. Не имамы иные помощи. Да не свет это. Свет, который дает луна. Это не ее свет. Церковь это луна. А свет берет она от солнца. А мы находимся в церкви. Все, что у нас есть, ему слава. Псалом 113 стих 9. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Ради милости Твоей. Ради истины Твоей. Что с нами случилось? Кому мы рассказали о нашем обращении, примирении с Богом? Первым делом прославь Господа и ничего себе не присвой. Не скажи, что вот я учился, старался и у меня получилось. Ничего не получится, если Господь не благословит. В нем еще приходит сила. И вот, если слепой знал нашу молитву, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, какую мы слышим на каждом богослужении, то он бы пел. Помилуй нас. Помилуй нас. А помилования никакого нет. Нужна встреча с Иисусом. А были тогда праведные? Были, конечно. Не слепой знает, что такое пророк. Как смело он сказал о Христе при допросе. Он пророк. То есть у него внутри была шкала измерения, как определить пророка. Он ничего ему не сказал. Но впереди сказано, что немного Господь предсказал ему, пойди умойся. То есть он понимал, что Иисус знал, что за этим будет. Это настоящий пророк. Пророчество Христа заключается не в том, чтобы предсказать политические, экономические перевороты, события, а в том, что он предсказал спасение через него. Если бы ты будешь веровать, то спасешься. Веровать сегодня, а спасешься и сегодня и вечности. Это пророчество. Если ты будешь веровать и. Притчи Соломона 16,7. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним. Это пророчество. Пророк Исаия, 40 глава 31 стих. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Речь идет о будущем. Это пророчество. Это пророк. Слепой одним словом заглавил его. Я знаю, это пророк. Но они тоже заботятся о славе Божьей, хотя и враги. Прославь Бога вместе с нами. Воспой ему. Аллилуйя, нашему Иегове. Мы узнали, что он грешник. И нам сейчас будут говорить и день, и ночь. Против проповеди, против богослужения на русском языке. Когда у нас стало многое для людей понятно. А ты скажи. Я умылся и вижу. Был слепой. А теперь знаю истину. Это брение надо смыть с глаз. Оно залепило все. А умыться где? На посланном источнике. Римлянам. 10 глава. 15 стих. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасные ноги, благовествующих мир, благовествующих благое. Мы не можем никуда отвернуть от этих слов. Вера от слышания. Не от того даже, что книги хорошие написаны, иконы хорошие. Это тоже проповедь. Проповедь в красках. Проповедь в книгах. Но надо быть посланным. Самому идти туда. Павел сидел, писал послание. Но сидел бы, писал послание. Книжку за книжкой выпускал. И сидел бы. И не проповедовал. То какой бы был результат жизни затворника? Нет. Нет. Не так Дух Святой отобразился в апостоле посланнике посланным Богом Павле. Он шел из одного города в другой, из страны в страну, пересекал границу снова и снова. Всюду звучала проповедь. И везде разными путями обращались люди. И прославили Бога, когда обратился стражник. И здесь прославление Бога. Но только уже в другом направлении. Кому Христос прямо говорил. Я Христос. Таких людей на одной руке по пальцам можно пересчесть. Это самарянка. Это слепой. Который еще ничего не знает. И Господь прямо говорит. Евангелие от Иоанна 9, 37. Иисус сказал ему. И видел ты его. И он говорит с тобою. Они не поверили, что он был до этого слепым. Почему они не поверили? Потому что слишком очевидное чудо. Ко мне приезжает учитель. Директор нашей Корченской школы. Выписывает с отцом. Выпивает с отцом и говорит. В кого он у вас такой? Где он это узнал? Учитель его был. Но я этому его не преподавал. Вот. Добейся, чтобы он выпил с нами. Отцу моему поставили задачу. Чтобы я хоть стопку водки выпил. А Господь в этой немощи показал силу. Он меня. От меня они поехали, конечно. Они навеселее были. И до дома не доехали на мотоцикле. И именно учитель этот больше всех пострадал. Ему свернула челюсть. Они перевернулись. Мы должны Богу довериться. И Господь слепым отверзает зрение. А зрящими делаются слепыми. Почему? Зрением называют ум. Человек думает, что он понимает. Хотя на самом деле истина для него закрыта. Если ты хочешь познать истину, то так прямо и скажи. Я не знаю. Не утверждайся на этом, что ты знаешь. Тогда выходит, что ты умышленно делаешь греховное. Сознательно. Поэтому грех остается на тебе. Они говорят. Евангелие от Иоанна. 7 глава 27 стих. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет. Никто не будет знать, откуда он. Евангелие от Иоанна 9, 29. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он. Иоанн Златоуст подробно разъясняет, что иудеи, говоря так, лгали. Но знаем, что пришел он не из того города, а теперь не знаем, откуда. Так знаете вы его или не знаете? Мы можем сказать, что мы знаем Господа. Мы знаем, откуда он пришел. В первую очередь, он истинный Бог. Он равен Отцу. Единосущен Ему. Вот еретики, которые вокруг, они скрывают это все. Мы прямо должны им сказать, он единый во Святой Троице. Он тот самый предсказанный Мессия. И мы верим, что он родился от Девы Марии. И что она осталась Девой. Это его мать. Он исполнил предсказания пророков. И мы знаем Господа, который спасает самого, самого безнадежного грешника. Мы верим, что Церковь Христова не умрет. Хотя и говорят еретики, что нужно было Церковь по-новому начать строить, что она вся пала. Это неправда. Бог оставляет пала остаток. И через Него начинается возрождение истины. Нужно быть посланными, чтобы пойти и умыться. Сегодня люди, приходя к еретикам, принимают крещение. А святые говорят, там нет очищения. Как Киприан Карфагенский говорит, а там только осквернение. И сегодня, когда люди приходят в Церковь, им не преподают полное погружение. А там должно происходить духовное рождение. Там же идет не рождение, а духовное удушение младенцев. И мы должны об этом возвещать. Я был слеп, не знал. Теперь мне Бог открыл. И я знаю, как правильное должно быть крещение. Человек должен сначала уверовать. Я знаю, что вход в Церковь идет только через уверование. Тогда Бог открывает глаза. Тогда Он тебе открывается. И ты знаешь Его. Он перед тобой. И Он с тобой говорит. Слепому Он прямо назывался Господом Христом. И что прозревший теперь? Теперь Он делается благовестником. Что Он получил этот слепорожденный? Я задумался и вижу, что Он точно так же, как апостолы, приобрел для Себя все блаженства. В первую очередь показал смирение. Так, Господи. Далее Он плачет о Своем исцелении. Удостаивается гонения. То есть все девять блаженств приобретаются Им. Когда мы становимся на путь Господень, то нам нужно довериться Богу. Господи, как Ты меня поведешь? Я был слеп, теперь вижу. Теперь я всех буду посылать на этот источник силаамский. Что значит посланный? Посланы только те, которые находятся в Церкви. Христос не просто пришел Евангелие нам дать, как говорят еретики, но Он пришел собрать воедино рассеянных чад. Почему и выводится отсюда, что без Церкви нет спасения. Истинные проповедники могут быть только в Церкви. Итак, будьте теми, все до единого, которые посылают к источнику силаам. Чтобы наша Россия и в первую очередь священники уверовали и стали зрячими. Аминь. Аминь.